Ретроспективная предопределенность. Эту ошибку допускают люди, когда считают, что какое-то событие, уже состоявшееся в прошлом, не могло произойти иным путем, кроме того, которое произошло. Как приговаривал мистический персонаж Гэри Олдмана в увлекательной кинопритче «Тараса 60», раз это произошло, значит, это было неизбежно. Безусловно, то, что уже случилось, уже случилось, и обратно его не отыграть. Согласно древней мудрости, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вероятность уже состоявшегося события неизбежно равна единице. Но это вовсе не значит, что именно на такой исход это событие было изначально предопределено и не могло произойти и раньше. Да, стратегия немцев при вторжении в Францию во время Второй мировой войны, включавшая обход оборонной линии Мажино и отсечение британских войск в Юнкерке, сделала активное сопротивление практически невозможным. Но разве еще при формировании оборонной доктрины Деголь не указывал на необходимость готовиться к вызовам той войны, что предстоит, а не той, что была в прошлом? Однако авторитет и заслуги военачальников предыдущего поколения привели к пренебрежению, развитию мобильных бронетарговых сил и излишнему упованию на мощь стационарной форсификации. С другой стороны, скажем, стратегия Наполеона при подготовке к битве под Ватерлоо была ничуть не хуже. Замысел задержать прусскую армию корпусом Груши до разгрома британцев, а потом уже объединенными силами разобраться и с ней, не оставлял коалиции никаких шансов. Кто же мог предполагать, что Груши не только разменется с Блюхером, но при этом, вопреки настойчивым требованиям своих генералов, будет сохранять верность приказу императора, продолжая Марс в прежнем направлении, в полном соответствии со старыми планами, которые к этому времени утратили уже всякий смысл. Особенно яркая ошибка ретроспективной предопределенности проявляется в совокупности с распространенным когнитивным искажением иллюзия частотности. «Те надежды, ожидания или опасения, которые оказались напрасными, вскоре забудутся. Те же, что в той или иной мере сбылись, создают впечатление, что воплотились уже все, которые были, и мы склонны сетовать во след Иову. Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Иов 3 глава 25 стих. Тем не менее, и в обстоятельствах, и в поведении людей присутствует элемент не только вероятности, но и случайности. Иррациональное начало, страх, любовь, упрямство, сомнение, зависть, обида, наивность, недоверие и тому подобное нередко ведут к совершенно непредсказуемым историческим результатам. Так что, как говорил Козьма Прутков, бросая в воду камушки, смотри на круги, ими образуемые, иначе такое бросание будет пустою, забавой. Да, история не знает сослагательного наклонения, что прошло, то прошло. Но если мы не будем учиться анализировать прошедшее, извлекая из него уроки на будущее, мы обречены постоянно наступать на те же самые грабли. Продолжение следует...